с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 13 октября сразу же родившихся 1880 год в этот мир приходит саша черный александр михайлович гликберг русский поэт серебряного века прозаик получивший широкую известность как автор популярных лирико сатирических стихотворных фильеттонов псевдоним был взят из самой плоти жизни в семье было пятеро детей двоих из них звали саша блондина называли белый а брюнета черный не клянчите господь и мудр и строг земные дни бездарны и убоги не пустит вас господь и на порог сгниете все как падаль у дороги в 1921 году родился его ливий ив монтан известный французский певец шансонье выдающийся актер мирового кино любимец женщины кумир миллионов ценителей театрального искусства а 1933 году родился марк захаров театральный и кинорежиссер руководитель ленкома начале 60-х когда он еще не был знаменит как режиссер захаров писал юмористические рассказы и выступал на радио воскресной программе с добрым утром ну а фильмы обыкновенное чудо 12 стульев тот самый мюнхаузен формула любви 1935 год день рождения савелия краморова комедийного киноактера он снимается в 42 советских фильмах неуловимые мстители большая перемена и многие другие начале 80-х эмигрировал сша где продолжил кинокарьеру снимаясь у известных американских кинорежиссеров но из 40 с лишним своих фильмов сам он любил лишь несколько конце жизни савелий викторович просил указать их в бронзовой книге на своем надгробии вдруг мой колька неуловимые мстители 12 стульев джентльменной удачи не может быть большая перемена но зрители наверняка продолжили бы этот список обязательно включив в него например роль преданного царю феди из бессмертной гайдавской комедии иван васильевич меняет профессию именно в этом киношедевре герой краморова произнес свое знаменитое не вели казнить и обессмертил славу заморской баклажанной икры события дня 1718 год недовольны постоянными распрями сановников в сенате петр первый издает указ которым наставляет сенаторов и президентов коллеги чтобы во время заседаний лишних слов на болтание не было но в то время ни о чем ином только настоящим говорить 1812 год на соловках получают рескрипт александра первого освободить монаха авеля имя бывшего тульского крестьянина василия васильева так звали монаха в миру окутано легендами еще в юности у него обнаружился дар предвидения предсказав день и час смерти екатерины второй авель угодил тюрьму где пробыл год до смерти государы не позже он предугадал трагическую кончину ее сына павла 1801 авель предрек взятие москвы французами за что и попал в итоге на соловки по легенде еще в разговоре с павлом первым монах предсказал вообще судьбу династии романовых 1884 год в вашингтоне на созванной президентом сша международной меридианной конференции 42 делегата от 26 стран подавляющим большинством голосов принимает по инициативе американцев резолюцию которая закрепляет за меридианом гринвичской королевской обсерватории статус нулевого споры вокруг этого предложения шли весьма долго ведь имелось еще 10 альтернативных меридианов частности парижский пулковский а делегаты от россии настаивали что главный меридиан должен быть нейтральным то есть не принадлежать какой-нибудь одной державе дело удалось решить только когда представитель канады огласил статистику 72 процента мирового коммерческого флота уже использовали гринвич от гринвичевского меридиана вычисляется стандартное время по всему миру 1906 год максим горький эмигрировавший в начале года из россии в америку из-за угрозы ареста прибывает в неаполь 15 октября в его честь состоится многотысячный митинг а через неделю писатель переедет на остров капри который станет его прибежищем до конца 1913 1923 год великое национальное собрание турции принимает закон о переносе столицы государства и стамбула самого значительного торгового промышленного финансового и культурного центра страны в анкару этот второй по численности населения после стамбула но не менее древний город расположены в глубине полуострова малой азии являлся центром антифеодального и национально освободительного движения 18 23 годов 20 века но до сих пор многие уверены что стамбул это столица турции 1964 год кремлевские заговорщики во главе с брежневым вызывают в москву отдыхающего в пицунде хрущева на президиуме цк кпсс который состоится 14 октября первого секретаря с помощью давления убедят уйти в отставку уже ночью никита сергеевич будет звонить микояну и скажет если они не хотят меня то пусть так и будет я не буду больше возражать 1985 год вооруженные грабители в масках врываются в музей марматан в париже укладывают на пол вниз лицом посетителей и охранников и принимаются снимать картины со стен они похищают 10 настоящих живописных шедевров достаточно сказать что только одна из этих картин легендарное полотно клода мане впечатление восходящее солнце давшее название направлению импрессионизма стоило сумасшедших денег ну а общая стоимость похищенного по оценкам экспертов того времени составила 20 миллионов долларов однако известность картин это их защита преступники просто не смогли продать столь известные полотна и в результате спустя пять лет все похищенные шедевры были обнаружены на заброшенной вилле на юге корсики ну и последнее 1925 год рождается маргарит хилда тетчер железная леди премьер-министр великобритании дольше всех в двадцатом столетии занимавшая эту должность впервые маргарит выступает публично в девять лет читает стихи на городском конкурсе чечецов и занимает первое место директор школы спешит поздравить ее с такой удачей чисто любивая маргарит спокойно и с достоинством говорит это не удача это моя заслуга прежде чем навсегда связать свою судьбу с политикой предстояло окончить сначала женский колледж сомли рель затем оксфордский университет получить диплом химика стать юристом и наконец в 1950 впервые попытать счастье на выборах в парламент те выборы она проиграла но неудача не сломила ее воли она бесстрашно вторглась бастион где безраздельно всегда правила сильная половина человечества я исключительно терпелива при условии что в конце концов выйдет по моему в 1959 она председатель парламентского пенсионного комитета палаты общин начале 70-го министра образования еще девять лет спустя возглавляет кабинет министра великобритании и стоит у руля страны почти 12 лет побив рекорд пребывания на этом посту общепризнанно что за время своего правления тетчер достигла большего чем любой лидер консерватор в минувшем веке не считаю инстана черчилля особые отношения с рейганом и гробачевым превратили ее в одну из ведущих фигур мировой политики о женщина с вами был николай пивненко в проекте дата